ну ребят когда я не знаю что мне делать и куда податься я включаю gta san andreas и все становится абсолютно понятно в общем кратко как говорится как и в любом сериале как и в любом нескончаемом сериале а мой канал это видимо та еще санта барбара в общем говорю о том что было предыдущих сериях предыдущих сериях ребята в общем то что сейчас мне приходит на память я собрал там пару ракушек пару подков и в общем сохранился и купил вот дом домика значит купил у ребятки до высококлассный как и вообще все в этой игре но похоже нету гаража я вот тут хожу и собственно говоря я думаю что нет особого смысла сильно удаляться кстати типичная американская дверь такая здесь смысл удаляться сильно нет в общем потому что гараж вряд ли я думаю на другой стороне улицы хотя в принципе мог бы быть но в общем гаража нету но в принципе место сохранения есть значит как город называется голос каким-то мексиканским названием короче сейчас может в общем эль кебрадос или кебрадос в общем он расположен на севере штата вот видишь между невадой ну короче если смотреть на карту то левее то западнее невада да то есть посмотри вообще-то если на всю всю карту вообще все вместе посмотреть то у нас вот невада потом у нас собственно говоря лос-анджелес такие два крупных города и вот третий крупный город да у нас третий крупный город это сан-франциско какие же молодцы а блин лос-анджелес лас-вегас и сан-франциско и все абсолютно дано когда цена на разграбление но поскольку я еще раз говорю что я совершенно не знаю что мне делать давай посмотрим просто на пусто чё тут что тут есть в городе кстати я заметил что в этих маленьких городах очень шустря дальнобои то есть вообще говорят что и припомнила в этих тягачей вот таких вот да где-нибудь ну в том же самом у вас вегасе пока не мере на игровой улице ну да естественно на игровой улице их нет может каких других частях города наверно есть здесь и как-то особенно много ну вот представь себе вот и вот здесь живешь да все мы это себе представили совершенно вовсе и нет необходимости иметь возможность зайти внутрь это все мы уже тоже обсуждали здесь у нас видишь просто навес тоже как бы говорит о скромности достатка местных жителей но что собственно говоря как говорится но я не люблю это выражение что вижу о том пою это как-то совсем уже бедненько звучит я бы так сказал что так вот он откуда взлетел вот он он не взлетел он просто летел оттуда это вот посмотрим в ту сторону это вот в сторону океана я бы сказал так что что вижу то называю вот я вижу вот это то чтобы у нас называлась бы кустом каким-то до куст нас же нифига не куст там какие-то свои породы растений и всего в таком воде о кстати хорошо хорошую позицию заняли кстати сейчас вечерок уже сейчас будет темнить а темнота мне не выгодно поскольку у меня сейчас здесь при съемке день я буду очень сильно отражаться в экране эльки брадос да вот нам на горе говорят ну тут я думаю что суши но наверняка шериф департмент есть по моему видел но это изумительно просто конечно это изумительно вот такой городок это что-то в общем ну давай посмотрим тогда он на той лишь впереди я ее называл как джуманжи тут к типа как ты ну пусть джуманжи была фабрика обувная которая потом пока наш так сказать робин уильямс который до этого был мальчик и не помню как этого актера зовут в общем пока он был в джунглях фабрика сошла на нет но там похожи какие-то окна есть отель есть парикмахерская но как уильфа и петрова а вот есть перекрашивать машины с боковым входом а вот где шериф департмент что-то я пока не пойму его можно пушку взять так что если что вот пожалуйста в этом городе здесь пушка я думаю что смотри я что-то я чуть боюще свою брать потому что как бы она у меня не заменил какой-то оружие важное пускай они все мне сейчас эта пушка вообще не актуально просто знаем что она здесь висит и все вот такие более стиль сельскохозяйственной машины понятно ну а мы не шин аккуратнее ребятки ездите как так можно по такому милейшему городку так это небрежно разъезжать так скорая помощь есть medical center здесь кстати говоря можно было бы опять же сыграть в этот медика а вот в пожарная кстати говоря пожарная он медика если ты играешь маленьком городке мне это подсказали дать это еще этого не знал то нету разброса по значит городам горам и весям то есть все клиенты находятся в рамках этого города я просто два раза прошел медик 11 удлинил полосу да я думал что еще удлиниться но больше она не удлиняется то есть один раз все сыграл и больше она не удлиняется ну чё вот рядом с водокачка что и где у нас где у нас шериф кстати смотри какой тут элемент есть интересный такие лестницы которые больше пристало иметь большому какому-то городу а ну да я вот здесь уже ходил до амунейший суши по ходу дела нет шерифа ну что те же делать что нам постоянно искать теперь здесь два часа искать шерифа шериф каком-то другом городке сидит здесь посмотрим что написано вот шериф вот он шериф видишь тут как бы зайти внутрь нельзя да и полицейских машин нету но здесь просто ничего не происходит давай зайдем во двор шерифа прекрасно все занесено песком отличное подводе а видно и забор тут как бы сказать где-то есть где-то нет ну что тогда берем хороший джип я думаю что никто не заметит все правонарушения и сейчас сразу убираем пока можно не убирать ну чё давай поедем как бы сказать не будем смотреть на карту типа просто куда глаза глядят там как говорится уже будем по ходу разбираться прямо а кстати у меня на маленькой иконки есть вот север то сейчас еду ровно на запад ну и прекрасно а смотря какого черта можно спросить он ехал заду вообще да вот там идеи с лопатой я не пойду тебя ко мне претензии дпс посмотрим на вывеску там сайте пол впереди ель дугласа и и моё ель дугласа по-моему да вот эльку и где радостно короче надо запомнить название дожди еще смотрю эльке бра доски бра доски ну что постоим немножко и поедем дальше вот туда на запад там идет дорога как раз и посмотрим ель дугласа да смотри тут дальнобой на работают эти индейцы просто натуральный индейцы так мы влезем на капот молодец вот то есть немножко видно нет тебе не видно тебе не видно ладно давай все жгу руку будем держаться курсу